Приветствую вас уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Вот и пришла пора начать сборку бронеавтомобиля Т17Е2 от фирмы Бронко. Ну и хочу немножко провести небольшой обзор, так как первый свой обзор я делал, как только начал снимать видео, он был как бы так сделан еще не сильно умело, поэтому немножко хочу поговорить с вами о модели, рассказать содержимое коробки и начинать сборку. Ну что, что хочу сказать, фирма Бронко довольно таки неплохая фирма, посмотрел литники, литье очень порадовало, посмотрел инструкцию, инструкция довольно таки понятная, хорошая, красочная, плотные листы бумаги. Может быть для начинающих моделистов немножко трудно ориентироваться по данной инструкции, но скажу, если хорошо посидеть, изучить ее предварительно перед сборкой, в принципе ничего тяжелого в ней нет. Самое, что тут тяжелое, это наверное будет приклеивать фототравление и делать как бы бочонки, потому что здесь надо будет делать петельки с фототравления, их вклеивать в дырки в сквозные отверстия. Вот это, я думаю, скорее всего будет самой сложной работой в данном броневике. А так, в принципе, посмотрел, изучил инструкцию, ничего сложного и такого недостижимых целей здесь нет. Посмотрел на фотографиях данные модели, довольно таки красивый броневичок, бронетранспортер. Даны разные варианты окраски, даже точнее не окраски, а принадлежности годам и к месту боевых действий. Например, вот этот цвет для Италии 1944 год, здесь декали для Франции июнь 1944 год, а я буду делать вот такой броневик с такими декалями, он будет под Нормандию июнь 1944 года. Мне больше всего понравились эти декали, буду стараться сделать его. Ну что ж, поговорим об литниках и об литье. Литье сделано довольно таки хорошо. Колеса даны цельной пластмассовой деталью из двух половинок. То есть кому-то нравятся резиновые колеса, кому-то пластиковые. Ну если пластик сделан хорошо, то в принципе его красиво покрасить и будет нормально. Ну только что на пластике тяжелее изобразить нагрузку на колеса. Если изображать, то можно их испортить. Ну ничего, будем делать из того, что есть. Тем более колеса сами по себе неплохие. Да и сами, как видите, вот детали. Всё сделано хорошо. Стволы сразу высверлены, как я и говорил в обзоре. Довольно таки хорошо сделаны. Хорошо вылиты. Крупнокалиберные браунинги 50-го калибра. С колёсами два литника одинаковых. Так вот, в принципе, ни облоя, ни утяжин я на данной модели не обнаружил. Ну только вот здесь есть такие небольшие утяжины на этой детали. Но я ещё не смотрел, что за деталь. Но если что, то зашпаклюем, ничего страшного. Вот канистрички. Неплохо сделаны. Первый раз буду собирать фирму Бронко. Но слышал по отзывам товарищей, коллег по хобби, что фирма Бронко довольно таки хорошо собирается. Без каких-либо проблем. Буду собирать, посмотрим. Ну, надеюсь, да. Надеюсь, проблем не будет. Сразу сделаны сквозные отверстия на корпусе. Хорошо, а то некоторые модели, некоторые фирмы указывают только места точек, а в инструкции написано, что просверлить здесь, и потом приходится тратить время на сверление. Как бы ничего трудного в этом я не вижу в сверлении, но всё равно приятно модель собрать, когда на неё тратишь минимум усилий, минимум времени на сборку и доработку данной модели. Вот такие вот литнички хорошие. Прозрачный литник. Я ещё не распаковывал его. Ну, как бы и так, в принципе, видно, что пластик прозрачный хороший. Прозрачность хорошая у него. Я специально не распаковал его, чтобы не поцарапать. Вот это какая-то имитация болтов. Тоже не распаковывал, чтобы не поотваливались, не поотлетали. Также дана хорошего качества, хорошая цветная декаль. Как я и говорил, буду делать вот этот первый вариант броневика с этими декалями. Тоже положу её в пакетик, чтобы не поцарапать, не испортить. Также в наборе даны две платки фототравления. Здесь прицел, три мешочки. Вот. Фототравление мягкое, не толстое. Работать с ним будет легко. Так что, увидите в процессе, в процессе работы, в процессе, как буду делать модель. Вот такая вот имитация пулемётных лент на пулемёты. Можно их выгнуть, хорошо сделать. Конечно, продуманно вот. Вот насчёт пулемётных лент очень хорошо и продуманно сделано. Так что, друзья, кому интересен данный броневик, смотрите. Я его начинаю собирать. Это как бы первая часть видео. Ну, а во второй части видео уже буду показывать непосредственно саму стройку. Спасибо всем, ребята, за просмотр. Спасибо, кто остаётся на моём канале и смотрит, и комментирует мои видео. Спасибо, кто подписывается. Спасибо новым подписчикам. Всех благ вам, друзья. Спасибо ещё раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok